Футбололоживоз Олибет 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 Это первая команда. не точно знаю, что-то класс, а просто третий. Дėминский, он столкнул уже. И это точно чё паритом Джерменас. И это просто, например, что даже неравидит к нам, и кроме того, что может от него немножечко número паритом Джерменас не так уж и в общем-то, что я истекаю на то, потому что, если у него будут третий акслировать Мбапе, 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 Блэмарас и Ковани, то есть дажеamaan спирения еще у нас еды демьтесь пилизацией. ... А теперь все равно еще раз вертит. Мбапе был девинтом номере позиции, когда его было не блага, а, чем мы, думали, это какой-то он может жить, расти то же позиции или нет. Красть, айшкум, Бапе, ирана, что он журился, и он там очень многое подходит, но мы видим, что это было на третий. Висок на ней при него ликтава третий. Третье при него ликтава при веном Бапе, потому что, что матом, что он заседает мотоциклой и он не выживает. Поэтому, что он, кто-то, который в греху, в этом году, он не стоит ли к нам. В то, что он ликтава третий, поэтому он не знает, что он ликтавит. История меняет эту каунлю, и кажется, что это очень хорошо. И, что ему эту манчестерию, чем его пролегить. И, знают, то есть это сделать то, да? Я все равно стремляю д proactive, поэтому есть нет. Возможно, что он может это сделать, что он может попасть. Он потом, но здесь необходимо-то. И когда он, когда-то придет и думал о бобе, о решфордах... Это в интернете есть quartz, где-то, как в интернете он решил, где Бобе�� о своем прикладом, и там решфорда, и это было предоставлено. Я думаю, что Мбапе есть еще и еще и даже не будет у нас вертит как 20-м. ...футболинка, который наилит сауле чемпионатом. И, кажется, что он такой же очень важный рейк. Виктория на устраняют сауле футбол, который теперь динамика очень много. А сейчас скрытие Ангели Димарии, который не только наилит Альпыр Лос, который был висел в том, что он был висел внушли. В том, что, что мы видим, что мы не очень многое, но не очень хорошо видно. В том месте, что в том, что не висит в его кальте, что не будет в Манчестере, но мы видим, что в первой клинке было так как-то не очень многое. Но после того, что по то Шли-Jанго стумтель, когда он витринкнулся в твое, в Манчестере в стадионе это был один. В нем не знаю, как он был, как он был. И там реально не было пражангой, но не было пражангой, но гали бы пражангой с утрауму от жадей, и лгом гали ишкризис. Да, да. Ну, по тому, что матом, что он сегирил Луччо. Причь то, что он посвятил весь пип-велниоп. Да, да. И так и из лупов, так и и микрофона. Шаля было по Иварчу, как он сказал, как он сказал Manchester United фанам. По рунктинию он нет ниже не спрашивал. Он не поминал, как он говорит, но не сказал. Причем я сказал, что я думаю, что мне еще не повсюжит, что я сегодня шлифт, что я просто покажу что я не могу, что я не могу не могу. Я не могу при этом ни к клубе, ни к скрой сиргалью, ни к шеторгой. Я сказал, что я могу при этом, что это очень благополучие с тренировой. Как я не могу при этом, я могу не могу. И у ФА не продал дельно Димарийо посеки сиргальем, но потом, по-дель-дель, зал-дель. Но, в итоге, это было бы птику, который был стеклый. Как это когда он вститут? и ищи виспас кащак раку, потому что таки дактус гали уже мусти. Бутент ФА дали то, что ты рима, дали юнайтед фану, бутент демаршу, пащем стадионе, и пречи ПСЖ клуба, дали то, что ж гали уже праеиму стадионе, что погал саугумо рекламу негали. На, так, но, я говорю, что ПСЖ лаиме Айкштей, лаиме и Ружакштейс рибу, и фану, и Манчестерия гад, и спудинг. И чемпиону лигу историю было, что по пралаиме маму 2-0, не веной командой неповыко женгти то ли, то, что и Манчестеру неповыкс то историю пакести. Ко геру, не пакеис историю, историю пакеития Джен Луиджи Буфонас, 40-метей свартининка, теперь Париж А. Джермене, диджиевая далий, пролеидас туриною ивентус, и саи сужаиди 121 рунгтиня шемпиону лигу, и патеку вису лаеку дешимту, и ищи дар жаджианчу, т.е. Месси Рональдой ленкей и керас Касилсас, дабар стоvantи в спорту 174 рунгтинес Касилу саскайто. Ис ира рекордининкас, и та рекордка падедина рунгтинеса с Ромой ищи које. Таип, рунгтинес Ромой, а сакичу, что да кто-то скалбе, что рунгтинес Рома форма не лабай гера, 71-1 намасе резултатай в своем фроте, т.е. бувов и дауге клубтелі, а если кто-то зиќиѨ тас рунгтинес, то истинно, и по тому я жиѨи, и глядиќи. А дабы герой, гали мутир 2 рунгтинес пер дъю. Таи, т.е. Тикрай, герой, а сакичу, что Ромой непасисеке. Атвертай, тари, 2-1 резултатас нера лабай герас намуся, и жиѨрин погал жаидимо текме, жиѨрин погал, как икор рунгтинес, Галили драскать рома, а 3-0, а вручную порту имуще лаиме, что висит. А что я говорю, порту нам понравилось. Бразилии, португали. И они бежят драскать. Камули бежят как реверты. Грит, а така, да. Да, да. Идут вручную порту. И это, видимо, камули контроли. Позешный порту, но пробу курят рома. Десять смугиев и жду. Местрищума, и Рома, и что мне очень понравилось? Один, это джеко. Это жмога, который при себе притракет и два, и три. И тогда циверя плотой. Бутин китая команда другая. Джеко, что он был лучший рунгтинец. Наверное, когда Николай Заниоло, он был лучший 19-летний футболинок. Но это было, что это было. 19-летний футболинок. Николай Заниоло по первому италью в том же время, как 19-летний футболинок, он был лучший чемпионы в Лиге. И, конечно, мне нравится, что Заниоло в Рома, когда Покликонов, когда Интера сиркает Раджиана Инголана, и, как бы, на немало великих, Раджиана Инголана, и, как бы, она так, как... Как правило, что, это был акция. И, когда сиркает сирок, дам дам вам денег, и дам ядрят ямня. И, если у него, когда он так же, то, что, и кайнули, что больше не было Дженнин Голанас. Да, это очень важно. Использовать эту тропию, пролистый вверх. И консейсово, порту тренирс, сказали, что 50% при 50% в лигах шансах. Используйтесь, что у нас есть один из конкуренции. Используйтесь, порту, кто-то, кто-то, кто-то не знает, как он может идти, потому что команда не блога, а теперь нера в спутингой формой, но что вы можете видеть. Да, очень слидно. И это очень важно. Не знаю, что это важно. Но в этом году, что Реал Мадридов жарит очень простой. А теперь я пателесу, и тогда я поговорю об Аяксах. Нет, нет. Я не говорю, что это было, потому что это было очень сложно. Не Реал Мадридов жарит очень просто. Но и еще и другие, я говорю, что это было очень интересно. Вокечьям, когда я сказал, что в футболе жарит все, но в лейми вокечьи. В этом году в чемпионах Лига и футболах, и все же, но это очень важно. Возможно, все-таки многое реаловое время. Возможно, есть и местры. Возможно, это было бы наиболее, кто же не использовал. Если бы это не было в этом году, то, в праздниках рунгтинга была очень спутная. В этом году, когда я истекла, как в лентине, как я истекла, как я истекла. Я истекла, как я истекла, что я истекла, что 12 лет. Неколь не могла сказать, что центр не могли бы перейти. Пресингиваясь, очень очень. Вартининка спауздава, наверное, очень очень. И много раз при шунгтинских разговаривали, что Альвер Аяксу великий в таком футболе. Несколько, когда ты пресингиваешь, если ты это принесишься, и есть Винисий Бейл, и Бензиаман, и есть лечевые полиции. И, по сути, он показывает, что он великий формат, который он великий, но он реально не верит. Виситка откирта. Модрич, Казимир, он, наверное, слепит, и ущущий Аяксу, яунок и талант. Виситривайся Аяксас Реалу ипатривай видурио саугу. Куда дарит гиней? Если гинейс гауна камулю, видурио саугу не ассиденгия. Притавес два душе идей, ты мушишь камулю, но не прасилеисту ни варчай. Виситривайся. Аяксас жаисдава иранксчеву. Матим Аяксаса не вену в группе. Бутин, это Реалу. Аяксас дарит гиней, и не приступивай в свободе по Аякс бута ретай. Те яуней жаидей, пирмой картой, каи-курия прадеjo жаисти пречу реалу и думал, что вау, реалас. Их прадед не бойся. И матом, что все хорошо. Но когда речь пречу Тибо Куртуа имусти... Имущи. Пирмой картой историей. Варас прадеду пержиару систему наудоваться чемпиону лигу. И пирмой картой историей бутент чемпиону лигу. Аяксу тренинс ищет, что это геда. Галбут адектичус шик-тик иртрукд. Куртуа, каи-куртуа, лента по маршкинелису. Таи пар шок, каи-кулигия картининку. По рунктинию, шипсуодам, ищет, каи-куртуа. Таи, бута неиманома. Пащам, шоням, теисею, теисею ассистенту, нету шансу, каи-кулигия картининку. Таи, каи-кулигия картининку. Галбут адектичус, смугис тава 25 метрів. Каи-кулигия картининка, нехтюдай. Реально, гинейу, га-кулигия картининку, тарболюк, и не знаю, какую дать. Продолжение следует. И это не сечет. Верно и все, что я вам покажу. И я не знаю, что это нормально. Несколько раз было, что это нормально. Да, как я сказал, сейчас учитать, что то есть, и он. И с усилием, они больше концентрают. Верно и есть. Рея, ну а не речь. Так что, в основном, это действительно что-то стыдно. Возвращение, этот раз шестие руководство. Взяли. Использовавшись в шестой метр. Еще раз, когда вы умерли, что-то умерли в шестую метку... ...и девинок, куда надо было до 100. Но там прежде всего ты будешь живы. Это была ситуация. У меня нет. Официально позиция сырала, что это есть, когда реверно искать нашествия, и когда реверно принесет, и когда реверно, да, и твой реверно, а жаль в муле, и реверно, это еще галиме. То есть, когда реверно, Это врага, кажется, инструкцией. Виноградо перевязать его много, и он уже пешит. Или что-то романо... Придем назад и А�салинский год... По-другому, наверное, Но я уверен, что раз в ряду с A�салинский год, который вšechnал, когда он так не будет, а сейчас он гуляет, просто певно, международно. Убилица старая логическую карту и чтоб еще раз это стали логическую карту и в золотом перемissании, когда он уже восстановится с кинками. А я просто прочитываю ей, что-то легче стременно. И если я общаюсь всё-всеместно, если он будет комплекс, то есть... Ага, что сейчас я не буду сависовать, но даже нет ехать. А сейчас там уже, это время, влезает... Да, это будет только прегал. Это же ягс, который был такой, это было очень-очень, в 1994 году, когда он был в чемпионный лыгой, когда он был в Киеве, когда Райкард, он был в Милану, он был в Шакире, и он был в Суомии в Литву, он был в Трисдан. Это было очень-очень, это было очень-очень. Вемблии, где, конечно, не так, Результат 3-0. Тотиньемы негаляло Борусије. И если кто-то почитал, что только первую келиную, он был мегут и паци келёс пометал результаты, то не патит. Первая келиня была такая, что это пелия. Вене геряю, а вене геряю. Но, я думаю, что обе команды жадят очень сильно. Нет Борусије гереснию прогу первая келиня. Но вторая келиня по четину ищетраук. Козыријус сукеит, что-то тактиня схема. И там мы поматом, что жидей, что они спренджат рунктинию эйгой, но, как тренерис пер перу которую, пакеисдамя там, стактиня с деталями, гали присилиести прежде рунктинию и гали пакеисд. – Пиртоген, 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 фантастичный, гали матыти, пелдома и герой, не только пиртоген, фантастичный, святатый, Daug负 жди, какая есть 103 вióсный сń Mas Pere 매 будет えー, что допустимит, он будет проблем подтвердить на pursuing PETER Петюк어�е в конец по интернему но Петут корейетисы фантастичны и жаряты, и вакарно в интернете скройкою, что сонас сейчас является вторая часть-свобода корейей. Ваше евро корейей. Да, это правда. И прикинула секмой, и припащину, что это хорошо, что это было в первую очередь, когда по первой очереди, Третья открытыми, сякopic задачей. Дуркмонд трени sunа, что у себя будет патыч, когда мы подошли на этот круг, а снова становится отсутствием. И я вижу, что при этом сегодня раньше он рано. И, кажется, нет, я сегодня рад. И, когда, сякрийом твой, когда н module вынтиския, видит третий. Голица, который был очень редко рисков. И дмитрий по темному, он был по моему движению, с госпObligацию. Но 2-0, а я даже не верю, потому что Борусия, на муше, при своем жиле. Да, мегает грызть штука команда, мегает жесткость энергетика, аукушту темпу в футболе. И еще 1-2, и все-таки плавка в этой поре. Но 3-0 уже много. Не много, но много. И Дортмунда вертинка говорит, что мы все время говорим проблемами при стандартных ситуациях и по пердамаму из крышту. Позитвиртно 100%. И еще один акт, когда он говорит, что мы нету пульс. И когда мы же взяли физическую команду, то проблемы, и мы не можем веять. И именно эта пора, который все больше, в этот раз, китую альбинку, и домик Двиков, и в дополнение два лет, и домик, и домик, которым не все аккуратно. Олибет Анksčiau sakydavome daugiametis titulų laimėtojas ir taip toliau. Nenuginčimas favoritas. Dabar taip jau nebėra. Dabar yra suduva šalies čempionė ir Žalgiris turi naują trenerį. Naują seną trenerį, taip turbūt reikėtų sakyti. Marekas Zubas grįžta. Vadovavo jisai komandai 2012-2014 metais. Iškovojo septynis titulus. Nužingsniavo Europoje tą tolimiausią Žalgirio žygį iki paskutinio etapo. Bet po to paliko komando. Dabar grįžta, na, tokiamis įdomiamis turbūt aplikybėmis. Žalgiris būdavo visą laikį trenerišininką geriausių Lietuvos trenerių. Visą laikį jo atsisako. Taip buvo Igoris Pankratyvas. Taip buvo Marikas Zubas. Ir tos tradicijos įdomiasi iš tikrųjų. Būtent po to kaip ir pažįstumas. Aišku, čia galbūt tik atsiteiktinumas. Na ir taip, grįžo Lenkas pažįstantis Vilnių. Aišku, daug laiko praėjo. Rado tuos kelis pažįstamus veidus. Nedaug tikrai rūvinė. Klubo vadovė ir jau vienas ar vadovų Davidas Šemberas. Ir dar priežiūrėjimas su Vitkausku. Taip, taip. Futbolinkai, na, bus sunku. Aišku, kai tik tai lieka labai nedaug iki sezono pradžios. Komplektacija dar tik tai, na, įsibėgėja. Mūsų laidoje viešės Davidas Šemberas, kad dar to pastiprinimo ieško ir ieškos. Ir, na, dabar jau pagal trenerį reikia šokinėt pažiūrėti, kaip jis viena ar kita žaidėja. Pliusis turbūt, kad treneris yra buvęs čia. Žino atmosferą, žino Lietuvos futbola, žino niuansus. Ir, aišku, greičiau gali į tai įeiti. Jeigu tai būtų žmogus visiškai į šalies, kuris dar nėra gavęs lietuviško futbolo, jam turbūt būtų sunkiau. Ir, aišku, tuo laiko jau visiškai nebėra. Jau, iš esmės, po savaitės, kitą savaitę sekmadinį, vyks jau super taurės finalas. Na, o paskui jau ir prasideda lygą. Tai lieka... Nežinau, čia... Labai mažai laiko, bet vis dar nežinom, kiek komandų žais alygoje. Žinom, kad Žalgiris gali Žinomis, kaip ir dar 5 klubai gavę licenzijas, taik 6 klubai turi alygos licenzijas, palangai nebuvo suteikta alygos licenzija, dėl tam tikrų netitikimų, būtent dėl jaunimo augdimo. O Klaipėdos Atlantas iš viso negavo jokios licenzijos, bet žinom, kokia situacija yra Klaipėdos Atlanta, kad perėmė nauji savininkai, dirba jie ten dieną naktį ir tikrai stengiasi viską sutvarkyti, kad būtų tas klubas žaistų alygoje ir vasario 19 diena, tai už kelių dienų, LFV vykdomasis komitetas ir mano nuomonė, grinais menšinė, tai turėtų atsižvelgti tai ir leisti žaisti tiek palangai, tiek Atlantai, nes jeigu 6 klubai būtų, tai čia iš vis, aš nežinau apie ką kalbam, 7 klubai irgi pajuokintumėm Europą antri po Latvių, o 8 klubai būtų optimalų ir išliktų tos komandos. Nes žinom, kad Atlantas atėjo surėmėjai žmonės, kad ir skolas padengtų susidarius, kur buvo ne pusę milijono lieka, bet teko kalbėti su Vido Domaičiu buvusių futbolinkų, kuris dabar vadovauja Atlantui, sakė, na, jeigu studentui trūksta vienos nakties, tai, sakė, mum trūksta mažiausiai mėnesio, nes Vatsys Lekevičius po atostogų Tailandė sugebėjo perlysti tą klubą ir jo nenumarinti. Turėjo laiko, nu, tai normalu. Žmonės įsėjasi. Labai brangų skambučiai iš Tailandų, tai viena atsiliepti kiekainuo brangiau negu Atlantas, o nes ovacijų tikrai nesinorėjo tų skolų didinti, nes telefonas matytų į klubą už ašytas. Greičiausiai, na, tikrai įdomu, kaip viskas pasibaigs, kitą savaitę jau turėsime turbūt daugiau atsakymų. Lietuvos rinktinėje turbūt irgi tokių gandų yra įvairiausių, kad, na, tas štabas, apie kurį mes čia kalbėjome prie savaitę, ir su Valdo Urbanu, kad pasipildys vienu pakankamai žinomu. Futbolininku Andrius Kerla, taip minimas daug kur... Na taip, minimas šia pavardė, kad būtų tarp asistentų Valdo Urbano nacionalinėje rinktinėje. Žinom, kad pas turuo metu jis buvo asistentų U21 jaunimo rinktinėje. Taip pat, kalkindavo ir kitom rinktinėm, ir merginų rinktinėje durojo patarimų. Taip, yra žmogus, kuris sužaidės daugiausiai rungtynių iš Lietuvos futbolo rinktinę, ir patirtis Seidhovene, Škotijoje, Rusijoje, Lenkijoje, tikrai, na, nepraeidame altui. Milžiniška patirtis iš tikrai. Ir matom siekį jisai tiek ir kursuose trenerių, tai manau, kad tikrai būtų geras pasitiprinimas, nes jis dirbo asistentų dar prieštai ir Žalgirėje, tai tos patirties ir matymos tikrai turi nemažai, manau, kad būtų geras pasitiprinimas. Visiškai sutinku ir šiaip labai pozityvus, žmogus visada maloniai bendrauntis ir sužiniasklida, ir šiaip gali sutikęs gatvė persimėst porą žodžių, drąsiai viską papasakos. Na, sakyčiau, kad puikus būtų sprendimas ir valdo Urbanui tikrai geras žmogus šalia, kuris geras ginklonešys turbūt. Na, taip, gero, taip. Na, o 21 jaunimo rinktinėje trenerų štaba galbūt papildys Tomas Ražanauskas, kuris irgi, žinom, kad vienas geriausių saugų buvo Lietuvos futbolo istorijoje, tikrai gerai mastantis aikštėje ir šalia aikštės, ir dirbęs ir Latvijoje, ir čia Lietuvoje, ir manau, kad irgi toks pretendentas stiprus, ir matom, kad ir iš tų lietuvių galim suformuoti trenerų štabus. Na, jeigu dar vieną temą, grįžtant prie savo kiemo, tai matom, kad ne tik Lietuvos komandos čia žaidžia draugiškas rungtynes, bet ir Gretimoje, Kaiminėje Lenkijoje, Suvalkai, taip lietuviškas pavadinimas, Suvalkų Vigrių klubas stoviklauja Lietuvoje. Ne pirmus metus jau šiaip stoviklauja, arba bent jau apsilanko, dažnai žaidžia draugiškas... Kartais net atvadindavo, kad Lietuvos žiemos šempionas. Nes Lietuvos su Lietuvos klubais, kai žaistavo, tai dažnai iškavojo pergalės ir dažnai ir šį sezoną. Na, ir dabar surinkė nepaslaptis, kad mano brolis dirba Vigrių trenerų štabe, ir teko kalbėti su juo apie tą stoviklą. Ir paprastas pavyzdys, Suvalkų komanda, Kaiminės Lenkijos, Marijampolėje paliks apie 200 tūkstančių eurų per 9 dienų stoviklą. Tai yra viešgutis, tai yra maitinimas, tai yra mokesis už treneruotės ir rungtynės manežė, Marijampolės, tai yra netgi Marijampolės versininkai kaip skaldami užsidirba iš iš Lenkų, nes po kiekvienos treneruotės reikia sportininkų aprangas skalbti. Ir aš tik pagalvojau, jeigu mes Vilniuje turėtumėm bent tris normalius manežos, jau sportimos, aš nepykit, bet nevadinu normalių manežų. Mes patys ten žaidžiam ir matom tarptų su klotos dangos, kokie tarpai yra profesionalams, tai tikrai nusisukti čiurnas ar darbais esnes traumas patirti, nėra ką daryti. Tai jeigu mes turėtumėm tris normalius manežus, mes galėtumėm sulaukti komandų ir iš Baltarusijos, galbūt netų Grandų kaip BT, ir iš Latvijos. Gal galiai ir patys galėtumėm neskraidyti kažkur į Kyprus ir ruoštis čempionatui čia, nes čempionatas prasidės čia, dirbtinėse aikšties ir uždarose manežuose, o ne kažkur tai, na, Kypria ar Turkijoje. Ir matom, kiekvienas klubas palieka pinigų, o mes to negalim padaryti niekaip ir statom, statom manežu, šią šitą valdžią atėjus... Stadionus manežus. Stadionų ir manežų reikštelių, kaip neturim, nieko taip neturim. Be girdėjai, kad mes atėjom prie pergalės lažybose dėl nacionalino stadiono. Girdėjau, bet ta pergalė nėra tokia smagi, kaip galėtų būti, bet, na, kol kas tikrai... Jeigu reikėtų pradėti čia apie stadioną pasakot, užtruktumėm tris, kakias laidas, nes... Jei, nedaugiau. Jis tikrai etiris neguminis, tai domėkitės arba nesidomėkit tų nacionalinių stadionų, nes mums jau tikrai nusibodo, jeigu jis kanadan ar stovės, tai tikrai mes kaip žadėjom lažybose su administracijos direktorium, tikrai tą stadioną sutvirtysim po pirmų futbolo rungtynių. Na ir tradicinė įdomybių rubrika, kurioje apžvelgiame viską, kas vyksta ne tik futbolo aikštėje, bet ir šalia aikšties. Ir čia turbūt pradinis tas šalia aikšties labiausiai vyksta Anglijoje, kur politikai užsijėmė Brexit'u, bet tas politinis sprendimas gali pakeisti šiek tiek ir futbolo visą pasaulyje ir premierlygoje. Dabar žinome, kad, na, taip pat europiečiam nėra taikomos įvairios vizos, nes anksčiau tai būdavo tikrai sunkiau į Angliją patekti žaidėjams, ypač ne iš ES šalių ir dabar yra... Į Angliją galėdavo atvažiuoti, jeigu per pastaruosius dviejus metus buvo sužaidę 75 procentus užžintinės. Taip. Tai vat kažkas panašaus gali ir vėl grįžti. Tai iš karto reiškia, kad daug žaidėjų tikrai negalės žaisti iš ES šalių. Ir netgi kalbama, kad dabar 17 žaidėjų gali būti registruota iš visur kituro, o, tarkim, 8 iš tų 25 turi būti būtinai iššugdyti tavo, sakykime, šaly. Tai tą nuo 17 nori sumažinti skaičių iki 12. Ir amžius, anksčiau būdavo 21, tai, tarkim, kaip Ogba atkeliavo 16 į Manchesterį, tai reiškia, jis jau buvo kaip ir Anglijoje išugdytas, nes iki 21 praleido tris metus lyg į Angliją ir užskaitydavo. Tai dabar nori numažinti iki 18, o žinome, kad mažiau nei 16 tu kaip ir beveik negali teisiškai priklausyti kažkokiam klubui atvažiuoti iš kito šalies. Tai, na, labai smarkiai apkarpytų visus dalykus. Daug neiškumų kaip ir su visu Brexit'u, tik kalbant apie futbolą, bet ir visą šalies toliau, kokia jie bus ateitis. Bet nuo to mes tik laimėsim, žiūrė, kas nepraeis į premjernyką, galės į minjarnyką. Galbūt ir taip, galbūt ir taip. Na, ir įdomybių netrūksta ir Rusijoje, mano mylimoje šalyje ir Maskvos Dinamo klubas, kuriame žaidėjo. Mylimoje. Ir Lietuvos rinktinės kapitonas Fedoros Širnaikas, pakei savininkos ir vienas didžiausių bankų VTB, kuris, žinom, remia labai sportą ir visur reklamuojasi per sportą. Gazpromas irgi remia sportą. Jo vadovas pareiškė, kad pardavėm Dinamo klubą už rublį ir nusipirksim už žrubli, nes VTB buvo rėmėjęs, bet 2009 metais jau tapo ir pagrindinių kontrolinio akcijų paketą įsigijo VTB, po to 2016 metais jį perdavėm, taip, 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 jeigu tiesiog nesvertimas, tai, savietų laikais dar atsidenta, visa sąjunginis fizikultūros ir sportos susvienimas Dinamo. Tai dabar iš jau už vieną rublį perpirks, matyt, kažkas vėl ten įvyko, bet VTB, kas mes skiria po 205 milijonus eurų būtent Dinamo klubui, tai dabar matyt, vėl nori valdytis. Kažkaip po šios tavo naujienos, aš manau, kad jau perikim prie Raudonaus kortelės, nes kažkaip nuo Rusijos į Raudona kortelę dažnai traukia. Na, Raudona kortelės šiandien skirčiau ne Rusijai ir ne Jose Maurinio, kuris nukeliavo į Rusiją ir dabar taps laidos vedantysis, na, sėkmės. Jose Vatinio. Jose ir Raudona kortelė Amsterdamo Ajaxo klubo fanams, kurie įmetė tušę bokalą lausi į aikštę ir uždirbo savo komandą į kampinį, nes vartininkas Omana norėjo išsimušinėti kamulį ir kamulys pašoko per bokalą ir skrido į kampinį. Tai gerai, kad nei vartų plotą skrido, nes po kelių minučių buvo panašia situacija, kai gavo kamulį atgalo Nala ir jau į vartų plotą, tai gerai nebuvo tam bokalų. Tai labai geri fanai, labai ten įspūdinga atmosfera Amsterdame, bet Raudona kortelė už tai, kad nemieti kit bokalų į savo vartininką. Aš savo Raudono kortelę šį kartą skirsiu dviem žmonėms, kurie, na, labai neadekvatus pasirodė rautinėse tarp Cardiffo ir Southamptono, pralaiminėdami Southamptono du, na, nežinau, ar sirgaliai, chuliganai, kaip čia juos pavadinti, labiausiai tokiais gal debilais net norėtųsi pavadinti. Pradėjo rodyti krentančio lyg ir lėktuvo ženklus ir taip, na, vaizduodami, kad atseit šaipydamasi iš Cardiffo ir taip, na, šaipydamasi iš Emilijano sala. Va, atminties, atminimo, na, prrr, įvykis tikrai labai negražus ir Southamptonas pasakė, kad greičiausiai jau šios du veikėjus tiesiog nebeilės daugiau į stadioną, diskvalifikuosi iki gyvenimo pabaigos. Būtų gerai, kad tris kartą iki gyvos galvoškos diskvalifikuotų ir tokių nebūtų ir iš tikrųjų, nesinori tokią gaidą baigt laidos, tai po raudonos kurtelės ir apie gražų įvykį, tai Kilijanas Mbappé pasiežę futbolinkas skyrė 35 tūkstančių dolerių, būtent sala šeimai, kad testų paieškas, nežinom, kad pradžioje, kai lėktuvas nukrito, vyriausybės spaigom buvo ieškoma, po to paieška nutraukta, jau prarados viltis, bet giminė, tęsė, giminės tą paiešką ir Mbappé, jaunas futbolinkas, parodė pavyzdį, tikrai paukodamas nemažą sumą, nors aišku futbolinkas... Tai tikrai, gražus poilgiai, tokia gražia gaida ir pabaigime, o Jums palinkėsime gražiosios ar šešiolitos, jos gražiai atšveskite ir už Lietuvą. Gražių švenčių ir iki. Gražių švenčių ir iki.